А мы начинаем. Сегодня пятница, и мы вновь с вами. Меня зовут Светлана. Меня Елена. И напомним вам, что мы представляем магазин «Дом пряжи», студия видания «Свитер» и интернет-магазин «Клубок Клаб». И как мы говорили в прошлый раз, у нас ожидался новый журнал. Он пришёл. Журнал очень хороший, называется «Филати». Вот посмотрите, какой толстенный журнальчик. «Филати» номер какой? 67-й. Цена у него сейчас 1250. Журнал отменный вообще. Летний журнал из всех летних новинок, наверное. И как бы, наверное, сейчас мы будем... Начнём с новинки, тоже новая пряжа пришла. И полистаем, посмотрим, что здесь есть. Модели такие доступные я листала, как бы, ну, вообще... Супер, да. А новинка вот такая, называется «Пряжа Промесса». Это хлопок, 70% биохлопок и 30% полиамид, этот переработанный, скорее всего, регулярный полиамид. Вот. И чем хороша эта пряжа? Так, сразу говорим. 50 грамм, 125 нитров. Ну, такая средняя, классическая, скажем, длина. Что суперско в этой пряже, вот мне нравится, что она вот таким шнурочком идёт. Вот из неё я нашла. Да, и вот сейчас мы покажем. Мне вот всегда нравится шнурок тем, что он более лёгкий. Вот прям плетёный он шнурок, ничего вроде туда не вдуто, а просто как плетёный полый такой шнурочек. Это облегчает изделие, вот сразу покажем, да? Вот голубая кофточка прямо из него. А вот это у нас, я поняла, что он... С чем-то, да? С саммерсайд. Ну, вот этот буретный шёлк с хлопком. Ага, но мы его не взяли? Ну, да, 50 на 50 он у нас есть и называется он, и называется он, сейчас скажу, саммерсайд. С саммерсайд, да. То есть он у нас есть, его много-много цветов. Здесь, видимо, для цвета. Да. Один с другим, как бы, да. Ну, вот и хочется сказать, что вот такой структуры пряжа, фактуры такой, вот она хорошо держит вот все узоры такие рельефные, да? Очень хорошо. Поперечные, вот она не вытянет, наверное, не вытянется и сильно не садится, но это, в общем-то, хлопок. Вот. Цветовая гамма довольно большая. Вот здесь я вот так вот покажу её. Вот так вот. Вот, это всё промеса, там, вот здесь у нас сколько? У него какой состав-то вы сказали? Хлопок 80 или 70. Угу. 70 хлопка и 30 вот полиамидов. А, да, переработанный. Переработанный. Но у нас ведь вот, кажется, это вот там шёлк только, да? Шёлк с кашемиром у нас там. Но вот он прям очень близко похож. Похож, но там вот как бы раз шёлк, боишься всё время зацепить его. Да, согласна. А здесь вот хлопок, оно более такое устойчивое полотно. И он прям такой формодержащий, объёмный. Вот он написано, что объёмный, как бы, да? То есть он будет создавать такой... Кто не любит, например, кто не любит... Вот у нас Ольга, Ольга, Оля, здравствуй. Присоединилась наша Оля Медведева. Он, знаете, на самом деле, как сказать, он и зацепляться не будет. И при этом он не плоский и не тонкий, как бы, да? Я думаю, что... Внутрь там что-то тоже прямо вот по фактуре. Ну вот он не наполненный. Наполненный, наполненный всё равно чем-то. Такой трубочка наполненная. И за счёт этого, конечно, объёмные рельефные какие-то узоры будут шикарно выглядеть. Ну да, здесь вот хорошие рисунки. Очень красивые цвета. Не сказала, тут у нас, получается, спицы 5-5,5. Используется расход на небольшое плечевое женское изделие 550 грамм. Ну, то есть 10-11 мотков. Он, кстати, резинку, вот, судя по этому, он хорошо держит резиночку. Прямо так плотненько, если связать. Ну, хлопок, по идее, шнурковый, да? Вот видите, как прям хорошо резитка там. Здесь вот, видимо, спрещено. Тут интересная какая-то резинка. Смотрим, сами разглядываем. Так, что всё больше из него ничего? Из него нет. Из него нет. Ну, давайте диверсу посмотрим. Давай, вот это диверса, да? Диверса. Пришли новые расцветки. Она у нас в прошлом сезоне была. Новинка пряжи диверса. Что-то похожее у нас, да? Вот такой джемпер был. Здравствуйте, Наташ. У нас была... Он по типу, не интерси, а интерлаком. То есть, когда смотришь, то кажется, что связаны интерлаком. На самом деле, это просто связаны, ну, рельефные такие кубики. И вот пряжа очень-очень размытые. Все размытые такие цвета, да? Да, как бы, и немножко меланжеланши. Меланжеланши такой натуральный. И мы тогда, вот когда она пришла, очень интересная фактура. Пряжа называется диверса, 74 хлопок, 26 вискоза. И вот именно, так, подождите, 50 грамм, 210 метров. Вот обычная она вроде икрутка обычная. Но вот эти вот ворсинки, я даже не знаю, что дают эти натуральные, подлен, как бы, да? Можно сказать, вот такие ворсинки. Как будто тут есть лен, но на самом деле лена-то нету. И очень вот за счет этого... Они создают меланж такой легкий. Да, приглушают вот цвет. Таня, добрый день. И получается очень интересная фактура. Вот можно не кубики, можно полоски, вот видите? То есть, выбор всегда за вами. Можно какие-то... У нас состав-то не сказали, да? Да, я все сказала. Да, у нас как бы... Можно вот с коротким... У нас был джемпер, связанный на машине. И, то есть, машина эту нитку тоже берет. И крючок эту нитку тоже берет. И вот здесь вот... Ну, мне вот этот прямо очень нравится. То есть, вы просто полосочку и вот рисунок. Вот очень красивая, да? Нравится? Ну, вообще, спасибо. Спасибо. Очень такая вот... Ну, и состав хлопок с вискозой, это такая всесезонная история. И причем вискоза не блестит. Кто любит вискозу, но не любит блеск... Вот это вот и есть вискоза, наверное. Волосня вот эта? Не знаю. Не знаю тоже. Ну, так нам кажется. Мы не производим, мы по ощущениям все. На весь наш интуиции. Вот красивый. Вот, кстати, диверсопринт. У нас нет, да, диверсопринт? А, пришла еще диверсопринт. Нету, да. По-моему... Пришла или есть? Есть, есть. Она пришла, да. Попросить девчонок. Ну, давай, скажу. Я скажу, пока рассказала. Да, я пока еще покажу цвета, какие есть у диверсопринта. Принт-то интересно, наверное. Вообще интересно, да. Вот, мне, например, нравится вот такая зелень. Очень глубокая. И такие вот джинсовые цвета. И то есть вот они все как бы прекрасно между собой комбинируются. Поэтому их можно полосатить, можно квадратами какими-то делать. Вот. И в этом году в диверсии, да, вышла новинка. Диверсопринт. Сейчас Лена принесет. Нет, говорят. Нет? Не пришла? Не приготовились? Не готовились. Значит, придет на следующий. У меня, видимо, в голове-то уже все попуталось. Но показать-то можно, в общем-то. Проанонсировать. Да, проанонсировать. Вот такая она. Раз не готов, не зеленая. Будем анонсировать. А это тоже она. Нет, это речи. Вот это зеленая. Вот такой, как футболочка. Но мне нравится всегда принт. Думать ничего не надо. У меня с языка прям сняли с языка. Там, да, просто вяжение. Единственное, что пройма сделана такая вот этими дырочками. Ну, да как тут просто накиды, какие дырочки. Просто наоборот, вообще без всяких. Ну, украшает вот пройму. Ну, да, но кто-то не любит эти дырочки, наоборот. Так, дальше, что еще мы посмотрим? Сетасури, как интересно. Сетапура. Сетапура мы не стали ее брать. Это шелк тоже. У нас пока есть Саммерсайт. Перфортуна. Вот Перфортуна у нас красивая тоже, да, покажем. У нас прям яркая кофта из нее есть. А вот смотрите, какие вкусные. Ну, вот на мониторе показывает ярче. На самом деле она такая вкусно размыта, такая прямо нежная. Ну, вот этот, наверное, цвет. Вот, наверное, да. Вот видите, очень-очень красиво. И, в принципе, это лето, это хлопок с полиэстром. Но, как бы, хлопка больше, там, 74 хлопка. Да, 26 тоже, это восстановленная. Да, тоже полиамид. Она вот этими такими ресничками, как бы, мягкая, пряжа. Очень красиво, вот голубой. Вот прям вообще цветы. Да, и там же вообще так много расцветок. Расцветок очень много, и в этом сезоне еще добавились новые расцветки. Мы про нее напоминаем. Пряжа очень хорошая. И хотя мы говорили тоже, что вот такой пряжи с ресничками у нас было много у разных производителей. Но тут очень хороша она тем, что метраж. Вот тут, получается, 190 метров в 50 граммах. И она не толстая и не такая тонкая. Расход очень. Хороший расход. И, как сказать, полотно такое довольно, получается, не толстое. И, в общем, она тоже идет как всесезоночка. Ее можно вот как тут вязать одну, да, комбинируя. А можно как бы, ну, что-то придумывать в комбинации с обычной какой-то шерстью, полушерстью. Она мне пишет. Купила пряжу диверс, а никак не могу приступить вязать. Такую красоту. Давно надо связать. Вот мы уже связали, продали, снова связали. Она выглядит вообще шикарно, просто шикарно. И вяжется она хорошо. Она такая, несмотря на то, что у нее вот эта волосня, она, видимо, вот эта вискоска, которая в ней присутствует, она прям скользит по спицам. И можете брать металл спокойно. И она прям идет, вот я на три с половиной, прям люблю ее вязать на чайкушках. Она прям слетает как бы. И, конечно... Она такая крутая, не сильно плотная, не слабая. Из нее вот очень красивая жикарда. Ну, она, конечно, полосками, вот видите, полосками красиво. Но жикарда тоже из нее прям. Она же не толстая, поэтому получается прям... Ну, если хочется заморочиться, то тогда можно. Давайте, начинайте, показывайте нам. Так, а про перфортуну. Тут у нас, получается, 4-4,5 спицы рекомендуют. И расход 300-350 на средний размер женское изделие. 357,5. 357,5. У нас на машине в резинку 8 ушло. Но машина больше как бы берет плотнее. Я ее называю летней ангоры. У нее вот ощущение... Я вот вязала футболку, и тут вот маджет такой. И здесь вот помните коричневек. Приятная такая. Он прям так спускается, и такой пушок. Но при этом это, ну, не зима. И деткам можно из нее вязать тоже будет очень мягко. Она не лезет, не вносит. И она не лезет, да. А вот это вот мне, кстати, еще... Ну-ка переверни, нравится вот эта вот штука. Ну, это Рича вместе с... С промесой, вот с этой новой, про которую мы говорили. Промеса. А Рича тоже нам дали девчонки. Рича новые цвета пришли. Бомбические цвета. Да, да. Это вот этот наш полюбившийся нам хлопочек. Такой, как буклированный немножко. И стрейчевый у него эффект. Вообще в студии есть. И вот он сочетается вот с этой новой Промессой. Очень такое красивое. А у них метраж интересный одинаковый, нет? Так, о чем у него получается? Рича-то 110, а у Промессы 125. Ну, близенько. 110, 125. Ну, и за счет того, что она, видимо, фактурная такая. Ну, здесь, видите, прям вот жакардик прям такой, там, жакардовая какая-то, или полоски. Ну, полоски с рисунком здесь, вот. Ну, я думаю, что будет интересно, потому что вот речь, это я вязала, она такая стрейчевая. Спасибо за сердечечки. И тут, как бы, тут крючок ведь, да, крючок, здесь, здесь типа крючок. Да, мне кажется, крючок. Крючок известный. Ленточка и нить с макробным эффектом, полустолбики, да, столбики с накидом. Интересно. И цвета очень, цвета. Красивые. Ну, и вот этот вот, вот этот манжет вот связан, да, из речи, он будет хорошо прям держать. Красивый. Можно просто заполосать эти все, я бы еще даже не делала. Такие яркие. Особенно сейчас, вот, в весну-то, ой, класс. Я вчера видела, дяденька, шапка зеленая, обувь красная, а плащик желтый. Ну, хорошо, курица стоит на светофоре, на светофоре. Хотела сфотографировать его прям. Видно, что на позитивчике так, ну, что вообще, вот, поэтому. Так, вот мозаика. Мозаика, да, вот она. Мы про нее говорили. Давайте я расскажу, вы поддержите меня все. Давай. Вот тут вот такая модель, другая, новая, как бы, маечкой, да. Вот я как раз попробовала. Мы взяли заказ. И я в прошлый раз рассказывала. Связали вот такой образец бледненький. Я все про него рассказывала. Как мы его стирали, как бы, как он растягивается и так далее. Нас не очень устраивает вот эта история, что растягивается. Решили попробовать ее по-другому. И я связала на более тонких спицах просто лицевой гладью. Потому что у нас там туника. Решили узор никакой не делать. Получилась вот такая история. Вот после стирки он не растянулся. И он очень плотненько. Причем здесь у меня связано вначале на трех с половиной. Дальше я перешла на четыре. Потому что я боюсь, что не хватит, если нам не привезут еще, да. Здесь мотков-то у нас заказчица взяла. Ну, мы заказали. Да. Ну, вот смотрите. Вот здесь прямо лен чувствуется такой жесткий. И, как бы, ну, достаточно приятно. И даже после стирки. Вот. И гладь такая не светит. В общем, то есть хорошая вот такая история переходящая. Если учесть, что на большом изделии будут маленькие эти полоски, вот как они вот здесь, да, переходящие вот этот весь меланж, то будет очень прям красиво. Вот такая вот красота. Ну, и по ощущениям, как бы, да. Ну, вот ощущение льна все-таки, да, да. Вот вроде в мотке, когда берешь, как-то мягко-мягко не ощущается. А вот в самом уже вот в изделии, когда вязано, значит, у нас тут 54 хлопка, 23 льна и 23 вискозы. Ну, то есть практически лен с вискозой одинаково. Хлопок все равно главный. Поэтому как-то вот так. Нитка хорошая, очень красивый цветок. Необычный, а такие переходы, вот этот прямо вкуснявый, было 10 штук, мы его забрали. Ну, вот еще вот это тоже новенький же цвет пришел, да. Вот тоже красивый переход такой прям. То есть зеленое как-то и розовое. Да. А кому вот бледненького хочется есть вот такой вот. Так, еще что вот самое, что хочется показать. Причем, я извиняюсь, перебью. Да, ничего-ничего. Расход прямо вот 500-600 грамм, то есть 5 мотков. Цена у него 1500, думаю. Ну, где-то примерно. Да, то есть 100-граммовый моток, 100-граммовый, 1500. Ну, по нынешним временам это хорошая история. Ну, состав тут шикарный. Да. Надо понимать, что такие составы дешевыми, в принципе. Тут все натурально, искусственное. Вот. Хочется показать вот эту еще пряжу Белла. Ее немножко как бы подзабыли. Вообще она, наверное, у нас в прошлом или позатом. Да. Помнишь, мы вязали на морскую тему. А, он у нас есть, кстати? Он у нас есть, но это другая Белла как бы. Потом уже пришла другая. Вот одна потолще, другая потоньше. Одна скобка, другая что-то там зимняя такая. Вот. Но у нас вот эта вот связана из Беллы. Ты держи. Я сейчас подручек достану. Она тоже такая ниточка прикольная. Вот эта новая, вроде бы, потоньше, которая. Вот та вот точно потоньше. У них другие этикетки. А мы вязали из более толстой. Так. Здесь состав тоже получается 35 хлопка, 25 альпака бибель, 30 нейлон и 10 шерсти. То есть она такая более... Летняя. Ну, да. Ну, и можно сказать, что и в межсезонье прекрасно она подойдет. Нитка тоненькая, 25 грамм. Здесь 250 метров. Ну, расход, соответственно, будет вот всего 175 грамм на среднее женское изделие. 5 мотков. Да. 5 мотков, да? Ну, 5. Так. Вот. И чем она тоже хороша. У нее такая тоненькая ниточка по фактуре по своей, тонюсенькая. И она как бы как пушистенькая. Как... Неровная. Неровная. Даже не то, что пушистенькая. Ватная. Как мы их называем? Грубо говоря, чтобы представить, такая ватная. И она по ощущениям такая очень мягкая. Вот. И за счет того, что тонкая и такая пушистая, вот изделия это получаются невесомые. Ну, по сравнению с мохером, то вот как раз кто не любит мохер, вот я, например, не очень, ну, вообще не люблю мохер. Вот эта история взамен как бы мохера. То есть у нее как раз нет вот длинного волоса, но при этом по ощущениям она такая прям мягкая, комфортная. Здесь прям лиланш такой. Ну, и если брать мохера, тут все-таки хлопка много, то это, конечно, более такой легкий летний вариант, можно сказать. Ну, хорошая пряжа прям. Она в ажурах так красиво прям смотрится. Да, вот я тоже всегда представляю ее почему-то в ажурах. Ну, да. Такая легенькая французская кофточка. Да. Может быть... Может быть кто-нибудь свяжет нам с Ломборесом? Кто-то из команды из нашей, может быть, кто-то свяжет. Может, я думаю, когда-нибудь... Может, мы еще кого-нибудь в команду свою возьмем? Да, можно, можно. А то не хватает, что-то ручек-то уже у команды. Что-то да. Немножко меланжевый у нее тоже такой эффект. Командовать некем стало, да? Вообще. Разгуляться негде просто. Да-да, королевство. Маловато. Маловато. Да, в узкуда там и так. Вот. Так. Еще. Там еще, знаешь, что из Линарте есть в журнале? Пряжа Линарте очень давно у нас. Ну, не очень. Прямо. Два года, мне кажется. Но она вообще... Мы ее взяли поздновато. Она вообще давно. Пряжа такая известная. Спасибо за такие огромные сердечки. О-о-о. Вот мне вот это нравится. Сейчас мы дойдем до нее. Дойдем до этого. Это Рича. Это Рича. Моя любимая Рича. Вот, кстати, мы про нее проговорили. А какая модель шикарная. Давайте догонимся, а потом и проеду. Ну, давай. Вот смотрите. Я прямо ждала этот журнал. И вот из этой модели. Посмотрите, какая красота. Это связано на спицах. Я в начале, когда анонсировалась, я думала, что это крючок. Это связано на спицах из пряжи Рича. Рича вот это вот. Закидайте нас сердечками. Из этой красоты. Шикарно. Модель просто шикардос. Вот спасибо. Вот. Значит, я думаю, что мы ее свяжем. Если, ну, не мне, так в студию как бы. Потому что, хотя у нас уже есть из Рича связано, но сейчас мы понимаем, как это будет выглядеть. Ну, мы возьмем, наверное, более спокойную историю для этой. Но очень, очень она такая. Я вот представляю, я вязала. Я представляю, как вот эти вот буклюшки будут висеть, но при этом они не будут провисать. Потому что она достаточно такая, ну, маховая. О, какие пошли штуки. Всем зашло. И кошкам, и собачкам, да. И всем, всем, всем. Отлично. Отлично. А ты тогда и покажи из нее еще эту готовую-то сразу. В смысле готовую? Ну, вот эту твою кофточку-то, кофточку. А, да. Вон она. Вот она. Это же Рича. Да нет. Зеленая. Нет. Это из Лина. Это она должна быть в этом журнале. Да. Лина, здравствуйте. Рада вас видеть. Такую красоту сейчас вам показываю. Смотрите. Вот посмотрите. Еще повторю. Вот новинка. Описание есть. Прям вообще вот мне зашла. Я еще не читала. Сверху, снизу вязать как бы. Но будем смотреть, разбираться. И, в общем, видите, дизайнерская история. Они на какие-то ракушечки похожи. Такие ракушечки. Да. Это, видимо, вот, ну, как бы, какие-то накидики, как бы, так я думаю. Потому что край вот такой неровный. Скорее всего, что связано снизу. А тут просто уже... И не сложно вязать, я так думаю. Ну, обязательно покажем рисунок. Так. Обязательно покажем. Так. Вот переходим к этому. Нет, дальше листай. Это нам не то. Еще дальше листай. Тут еще пряжа. Вот это тоже красота прямо. А это вот из Кампа, кстати. Кампа. Это вот это вот. Смотрите. Это мы в прошлый раз показывали ее. Она пришла в прошлый раз. Слушайте, огонь вообще. Огонь вообще. Огонь нищий вообще. Это у нас лен с хлопком. 50 на 50, по-моему, если я правильно помню. И вискоза тут. Нет. 65 хлопка, 25 вискоза, 10 лена. Опозорилась. Чуть-чуть. Опозорились обе. Девочки, не обращайте нас внимание. Мы это... Весна действует. Равно 9... Как сейчас называется? День с ночью 1. Да, было это 20 числа сегодня. Сегодня 21 вроде. День с ночью перепутали. Вот это вот пряжа Кампа. Да. Пятница. А, пятница. А, мы про нее и говорили, что еще моточки такие малюсенькие. Как будто 25. Тут 50 грамм. Да. И метраж у нее получается 165 метров 50 грамм. Ой, какой красивый вообще. Прямо. Я тоже такой хочу. Тоже такой хочу. Ну, вот здесь он как-то выглядит вот такой длинный. А вот с этой стороны, смотрите, я просто не вижу картинку, чтобы поближе. Он как бы покороче, да? То есть это бабушкины квадраты. Вообще шикардосная история. Вот все хочется, все хочется прям вообще. И квадраты, ой, какая красота. Современная романтика. Да. Кардиган благородный, бежевый. Цвет превращает кардиган из бабушкиных квадратов в универсальную классику. Понимаете? И вот эта свободно скрученная пряжа из хлопка льна и вискозы придает модели приятную мягкость и легкость. С головой об стены бьемся. В пятницу. Ну, я говорю, классная пряжа. Это чтобы встряхнуться. Да. Ну да. И дальше пошли. В разум. В разум эти. Так, мы ищем вот это. Да. Это у нас Промеса тоже, кстати. Это уже у нас. Ну тоже покажи, маечка. Мы ее показывали. Промеса, это вот эта новинка. Сказали Промеса, а у меня сразу ассоциация с Просеком. С Просеком. Меня засмеяли. Да. Вот смотрите, какая красота. Вяжется легко. Тут спущенные петли и сбоку вот эта вот красотища. А пряжа, которая вот этот шнурок, о котором мы сегодня так много. Видите, вот с бачка я вам покажу. Да, спасибо. Интересная модель и очень простая. И даже, кстати, здесь есть описание, посмотреть сколько на нее шло. А, есть, да. Сейчас я вам скажу даже. Вот тут сороковая модель. Сороковая. Ой, вот квадраты прямо. Вот здесь, кстати, в журнале. Смотрите, какие крупные, красивые квадраты. То есть, схемка какая. Распечатал. Распечатал, да. И вяжи, и все прямо это. Сам это так. Сороковой. Вот она модель. Сейчас скажу, сколько на эту маечку. Ну, маечка будем считать, да. Вот сорок шестой, сорок восьмой, например, размер. 350 грамм. 350 это 7 мотков. 7 мотков. Считай, на все 300. Нет, вот 300 грамм на 42. 42, 44, 300 грамм. Ну, и 50, 52. Да. 350 грамм. Одинаково, в общем. Ну, то есть, 6-7 мотков. Да. На самый маленький размер 6, на остальные 7. Мы сейчас говорим про светленькую, про эту, которую я вам показала. Да. Сейчас вот. Который рисунок с бочка у нас. Очень красивый. Вот на эту. 6-7 мотков. Вот идет. Да. Ну, видите, тут она такая широтенькая, очень красивая. Красивая, да. Вообще журнал очень удачный. Да. Бывает, как-то смотришь, не очень. Вот эта вот Сатайл, она у нас тоже придет, но мы покажем ее потом. А вот это Ленарте-то. Да. Вот она, Ленарте. Ага. Вот смотрите, из нее какая красивая модель. Что? Цена за моток. Цена за моток у нас сколько? Какого? Ну, вот этого вот, о которой сейчас говорили. Промесса? Она не готова сегодня. Видите? Она же не зря головой всем убьется. Мне кажется, рублей 600 за моток. Оксана! Оксан! А, да. Промесса сколько стоит? Скажи, а? Промесса 765. 765. Угу. Угу. Вот так. Вот смотрите. Значит, вот, ну, плюс еще скидки ваши, вы не забывайте. У вас же есть и скидки наверняка. Это вот у нас из Ленарте. Да. Это тоже интересно, что я взяла-то не то. Точно головой сегодня стукнулась. Угу. Вот. Тут такая интересная она именно цепочкой плотной. Да, крепкой. Такой цепочкой крепкой. Вот такая у нее фактура. Состав получается 30 хлопок, 40 вискоза, 20 лен и 10 полиамид. 50 грамм, 125 метров. Вот тоже моток кажется маленький, но он 50-граммовый. Вот кажется вообще прям малюсенький. Ну, такая форма держащая. Мы сегодня из нее пробовали вязать. Соленая кардига. И вот она хороша тоже и спицами, и крючком. Да, вот видите. И тут вот написано внизу, что планку вывязывать не надо. Это, ну, когда сам рисунок делает планку. Цветовая гамма палитра у нее тоже большая. Много расцветок. Ну, вот она не блестит. Ой, она блестит, вернее. А вот этот шнурок этот новенький, он не блестит. Не блестит. Он прям интеллигентный. Вот это, кстати, тоже Ленорте. Да, вот Ленорте. Смотрите. Вот то, что вы спрашивали, Таня. Вот это тоже из нее. Смотрите, какая красота. Вот. Вот. Посмотрите. То есть она очень хорошо, но все, все в медвежатах. Она очень хорошо держит рисунки. Я так понимаю, правильно? И ей вообще ничего не будет, мне кажется, делаться абсолютно. Неубиваемо. Там тоже все натурально, да? Да. Видите, вот все дырочки. Ну, тут всего 10 полиамидов. И вот она красота. И вот она красота в большом развороте. Ой, девчонки, огонь просто. Смотрите. Ну, я не знаю, может, я люблю такое, но мне кажется, красиво очень. Ну, летом, наверное, да. И она такая... Ну, между прочим, Ричи, то она как бы летняя, но при этом она же это... Ну, она такая... Да, как бы, видите, вон девочка. У меня и брюки, кстати, есть такие. Ну, все. Все. Придется вязать. Придется вязать. Сколько вот на нее интересно. Но у нас на ту-то ушло... Ну, я не помню уже, на самом деле. Здесь можно посмотреть по этому... Да. Так-то. Ну, так-то, да. 44-й, да? 44-й, да? 44-й. Сейчас посмотрим. Да. 39-й, 43-й. Вот. Очень хорошие схемы, шикарные. Просто в крупном таком варианте вообще. Кстати, вот эта вот Линарте 600 грамм, я тут смотрю. Да. Вот она, вот. 300 грамм. 300 грамм на все размеры, что ли? 6 мотков, да? Ну, да. 150 грамм. Да. И получается 6 мотков. Тут размер 42-46. А, ну, овер. Овер, да. Овер, да. Получается 42-46. И ширина у нее, смотрите, 64 сантиметра. Конечно. Нормально. И получается 300 грамм. 6 мотков, да? 6 мотков. 6,8-48. И минус ваша скидка. Ну, 4,5. И кофта вот такая крутая кофта. Очень красивая. И кардиган мне понравился, да? Ну, такое все заморочится-то тебе нравится прямо. Ну, да. Вот так. Ну, мы все тут по журналу, да, как бы? Ну, наверное, да. Ну, вот еще очень красивая модель. Красивая, да. Вот из чего она у нас? Это Саммерсайд. А, у нас есть. Это вот. Его Мноуриал очень. Смотрите, какая красивая модель. Нежная такая прям. Это 50 на 50. Это я точно знаю. Бурец с хлопком. Спасибо большое. Очень красивая, простая модель. И мне кажется, она на любой возраст, на любой сезон. И вообще можно как самостоятельно носить, так и на изделие. Смотрите, как красиво. Мне очень нравится. Да. И можно из другой с какой-то пряжей ее вязать, как бы. Ну, вот. Так мы кратенько посмотрели журнал. Кто-то говорил, вы любите смотреть журналы. Да, 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 да. Так и так. Это еще раз повторим, что журнал Филати. Выпуск 67. Цена у него 1250. Я вот даже куплю его, наверное, в этот раз не буду в студию брать. Куплю. Очень много тут и рисунки. 56 моделей тут. Да. Супер. Вообще. Так. Ну, а сейчас я расскажу то, что случилось в студии. Как бы, да? Ну, что случилось? Случился у нас. Случился у нас. Случился у нас. Довязался. Довязался. А вот на прошлой неделе что было связано? Кто-нибудь из команды помнит? Слушайте, ну, давайте уже в пятницу-то не будем глупых вопросов задавать людям. Вот так вот, да. Перегружать-то. Да, мозги-то. Мозги-то. На выходной. В общем, был связан перед. Был связан перед, и я пуговицы пришила, потому что было интереснее, я вам говорила. Вот я постаралась закончить. Вчера так все пошло. Вот вообще, кстати, вот очень хорошо выглядит рисунок на видео. Вообще на видео вообще красиво. Да, прям вообще. Знаете, вот цвет выбирала у нас командир в команде. Я, как исполнитель, вначале мне как-то не очень зашло, но пуговицы вот деревянные, они его украсили. Сейчас цвет такой модный. Вот это вот вообще. Ну и вообще весна. Вот это весна. Значит, какие нюансы. Рисунок не сложный, но нужно внимание как бы, да. Вот. Значит, по каким таким, ну, если кто-то будет вязать, значит, ушло восемь мотков. Длина у него шестьдесят четыре. То есть, он достаточно вот длинный. Я вот дырочку там вижу, что я попадаю как бы, да. Представляете? Прямо через дырочку. Даже вас вижу, что вы попадаете. Вот. Значит, рукав спущенный, рукав сделала скос все-таки. И немножко заузила вот здесь. Что хочу сказать. Пряжа, пряжа у нас Катя Лином. Лином. Значит, стоит она семьсот девяносто или семьсот тридцать рублей за моток. Сто, по-моему, стоили сто десять метраж. Я из нее вязала уже, она мне очень нравится. Вы знаете, вот она тоже типа ричо, только не стретч. И она вот такая же неровная. У нее совсем не видно вот сборки как бы, да. Ну, то есть, несмотря на то, что полотно как бы толстенькое получается, но вот не видно этих швов-то. Видите? То есть, ну, вот я вначале-то начала собирать вообще миленько. Да, прям, знаете, славный. Вот если покороче, он, говорю, очень длинный. Восемь. Ну, как очень. Ну, у нас Светлана Борисовна, вот он нормуль, до середины. Понятно, чего. Да. Не будем уточнить, чего. Видите, то есть, я когда начала собирать, ну, прям само получилось так. Если внимательно относиться, вот эти прям даже дорожки, вот эти изнаночные, они прям сошлись. Смотрите, это вот боковой шов у меня здесь. Вот. Похвалиться тоже надо. Вот, значит, смотрите. Край, вот, край, чтобы было красиво здесь, я связала двойной лицевой петлей. То есть, он утолстился и получился с обеих сторон, видите, какой аккуратненький, да. А здесь закрыла и вязала вот так. Ну, он такой формодержащий, да. Ну, да, как бы с краю, как бы. И закрыла, и итальянским иглой закрыла, как бы, да. Ну, в общем, я, на самом деле, довольна. Очень прям, смотрите, какой прям хорошенький. И он уютный такой, и, говорю, достаточно длинный. Вот прям впритыкни так хватило. Когда вчера начала довязывать, смотрю, что, мама дорогая, придется собирать чем-то другим. Кстати, тут нужны яркие, если что, вот кто решится на яркие. Вот, смотрите. Ну, вот речу тоже, наверное, подойдет. Просто реча подороже, наверное, будет. Ну, подойдет, но это потолще, как бы. Да, вот это, сколько, 110 туда, а тут 100, как бы. И он скречивает, он растягивается, и, как бы, потоньше получается. Ну, в общем, вот, значит, еще какой момент. Вот, смотрите, поскольку здесь, вот видите, я сюда перевела, когда я набирала вокруг горловинки, и я понимала, что оно будет открываться вот сюда, и здесь будет видно, поэтому я здесь сделала. Не видно. Видите, я собрала как. Вот с внутренней. Учимся, да. А вот здесь у нас видно, но здесь у нас все закрыто. Поэтому вы можете спокойно открывать широко горловинку, вот. И, как бы, у вас все будет красивенько. Красота. Мало того, что цвет модный, еще и сейчас вот эти пулы, они тоже очень популярные, модные в этом сезоне. Покупайте пряжу, рисунком поделюсь. Рисунок прям достойный. Рисунок где-то... Ну, слезала, конечно, слезала. Я нашла фотографию, как бы по фотографии начала шарить и нашла. И вторая история. А, ну не вторая, как бы, еще там есть. Значит, я в прошлый раз показывала и очень вызвала большой интерес. И сейчас вот эта вот майка из Катанелла, как бы, поскольку... Катанелла. Да. Выступы вот эти я вяжу по описанию. Единственное, что рукав, мы говорили про ему, я делаю такую классику, да. То есть я вот так вот убираю, я делаю классическую. И мы вначале хотели сделать классический вырод. Ворот. Ворот. Точно. Что-то сегодня съели не то, видимо. Ворот. Но решили все-таки, ну, я решила как бы продлить вот до середины. Там большая горловинка, кому-то может нравиться, до середины. Как это делается, если кто-то надумает. И, в принципе, все. И спинку хочу всю связать вот такой резинкой. Почему? Потому что это хлопок, и он в любом случае будет растягиваться. Он мягкий хлопок, типа ровницы. Поэтому, если спинка будет у вас связана вот такой резинкой, то он будет немножко всегда поддерживать. И кто любит по фигурке, то он будет и подтягивать, если захотите. Значит, смотрите, вот мы с вами довязываем, вяжем-вяжем, довязываем прямо до плечей, сколько нам надо. И потом все снимаем вот так на дополнительную спицу. Застопариваем и вяжем спинку. Связали спинку, соединили вот здесь, ну, открытые петли. Из петли в петлю, чтоб не было швов. Набираем по кругу и вяжем высоту, которая вам нужна. Но вот здесь вот, когда мы будем переходить уже на горловинку, вот эти три петельки мы будем делать две из них. И получится, мы приходим на горловину. Нам же надо, чтоб она немножко сузилась. У нас будет резинка два к двум. Субтитры создавал DimaTorzok